Здравствуйте! Это передача «Будьте здоровы!» Я ее ведущий, доктор Владимир Левитин. С нами опять доктор Феликс Ирошевский. И мы продолжаем рассказ о психологическом становлении, о характере, об отношениях человека от рождения до старости. В первой программе мы дошли от детства до отрочества, юность. И, предположим, мы сейчас где-то в том возрасте, когда люди женятся, выходят замуж. Травма определенная психологическая, свадьбы, все конфликты, семьи притерлись, родились дети. Родились дети вроде бы идиллия. Но, с другой стороны, каждый приносит свой тип воспитания ребенка. Одни говорят, к ребенку нельзя подходить, если он плачет ночью, он должен проплакаться и заснуть. Другой берет ребенка на руки. И вот эти конфликты, и они и на людей влияют, на родителей, и на ребенка. Как всего этого избежать или минимизировать как-то? Избежать не удастся, потому что все мы несовершенны. И в нашей сегодняшней культурно-социологической ситуации все эти войны в семьях будут продолжаться. Особенно, если они не очень правильно были начаты тогда, когда семьи только негастрировали свои отношения в будущем. Но вот круг замкнулся. Мы говорили о детях и вернулись к детям. Так что, чтобы закончить этот первый период жизни человека, можно сказать, много вещей. Например, то, о чем мы говорили, о том, как родители подрывают авторитет друг друга, неосознанно, чаще всего, а иногда достаточно осознанно. Иди скажи своей матери, иди скажи своему отцу, они поссорились. Чаще это вливается в то, что ребенок идет к отцу, отец говорит нет, и ребенок идет к матери, и мать из стратегических соображений. Не всегда и не обязательно. Но, например, в большинстве случаев из подсознательных или неосознанно частично соображений подрывает авторитет отца с тем, чтобы иметь поддержку со стороны ребенка. Или наоборот. Совершенно правильно. Поэтому, естественно, что родителям трудно найти компромисс. Но в любом более или менее серьезном вопросе воспитания детей у них должно быть выработано общее мнение по поводу того, что делать, чего можно, чего нельзя. Как это мнение вырабатывается? Надо ли сесть, например... Есть ситуации, когда один из родителей решает что-то, говорит об этом ребенку и ожидает вне зависимой от чего-либо поддержки своего супруга или своей супруги. Это манипуляция. И тогда тот человек, который должен поддержать точку зрения, с которой он, может быть, не согласен, оказывается в идиотском положении. Что и требовалось доказать. Скорее всего, это более или менее осознанное или неосознанное, в зависимости от человека, поведение, которое чисто политическое. Подрывается авторитет другого родителя. Если вы хотите, чтобы родители поддерживали друг друга, вы должны договориться по всем главным вопросам. Это почти никогда не случается. Даже те, с кем я это проделал методически. У меня там на сайте даже есть одна семья разработала систему подхода к поведению ребенка. Если по-русски, если по-английски, если захотят, найдут. Но это крайняя степень. А вообще у родителей должно быть. Это не только у родителей. Когда бабушки и дедушки начинают по старой пословице, что они любят своих внуков за то, что они отомсят их детям за них, они, опять же, осознанно или неосознанно. Иногда совершенно неосознанно. А мне чего, я с ними поиграть, а ты забирай там с ними и разбирайся. И поэтому старшее поколение часто балует детей, потому что так проще, так интереснее, так лучше, так можно больше энергии получить за этого ребенка. Не надо забывать, что бабушки и дедушки сосут энергию своих внуков. Поэтому много там о чем можно говорить. Но так я вот наметил. Это же невозможно в практике. Например, ребенок звонит и говорит, я хочу пойти к своим друзьям овернайт, на ночь. Могу ли я это? Мы поговорим с мамой и решим, как это лучше сделать. То есть не давать ответов. Какие-то вещи повторяются все время. И мы прекрасно знаем, как это и что это. По узловым моментам всегда можно договориться. И даже договориться о стратегии, если что-то неожиданное, как это сделать. Иногда это получается спонтанно. Бывают семьи, в которых... Бывают семьи, в которых, что бы ни сказал отец, должно быть сделано, и мать должна его только поддерживать. Это нездоровые семьи, но они функционируют. Или наоборот. Мать сказала, отец должен только поддержать. Вряд ли это получится. Но в каком-то смысле это может быть лучше, чем когда они все время туда и обратно, ребенка все время морочат голову, и ребенок не знает, кого слушаться. Узловые моменты. Когда ребенок ложится спать, когда он ест, что он ест, что он ест. И так далее. Ребенок должен постепенно научаться, чтобы у него был выбор, что одеть, например. Согласно возрасту. И вот если у ребенка достаточное количество автономии в чем-то, вот она ему дается автономия. Должен ли ребенок чистить свою комнату? Или он может жить... Это его комната? И вот это мы уже говорим о более подростковом возрасте. Я понимаю, я понимаю. Подростковый период – это тогда, когда, наверное, все-таки можно оставить это на усмотрение ребенка. Если там он начинает есть в этой комнате, оставлять грязные тарелки, за которыми надо ходить и их оттуда вынимать, и так далее. Там змеи заведутся. Это никуда не годится. А вот как он организует свой быт? Естественно, что как-то это... Должно быть какое-то чувство меры. И в пределах какой-то автономии ребенок может делать то, что ему по возрасту, с точки зрения родителей и с уведомлением остальных родственников, которые должны соглашаться с родителями. Если у них есть мнение, они могут высказать родителей, обсудить. Ну, есть еще бабушки-дедушки, есть еще тети и дяди. То есть там от развращения до палочной дисциплины, там тоже свои диапазоны. Поэтому, как правило, и я имею в виду развращение не обязательно сексуальное. Развращение бывает именно тем, что все дается... Вот ключи. Подчиняются ребенку. Совершенно правильно. Все должны быть на одной странице. Более или менее. Вот это здоровое семья. Существуют умные люди, умные родители. Серьезно? И существуют мудрые родители. Окей. Вот я понимаю, что это такое. Есть люди совершенно не образованные, не культурные, но мудрые. Да. Это какая-то внутренняя тонкость понимания ситуации. И это тоже может быть врожденным, может быть приобретенным в их собственной жизни, в их собственном детстве. Разные есть характеры. Понимаете, говорят, что умный человек найдет выход из любого положения. А мудрый человек в это положение не попадет. Поэтому мудрость и ум это такие вещи, которые тоже в степени зависят. Это возвращаясь к ребенку. Если родители по лености, по занятости, по нездоровью, я не знаю, почему еще, не подготовили платформу, и ребенок проходит через подростковый период, который в любом случае будет непростым. В любом случае. проходит так, что они начинают плакать кровавыми слезами, хотя их предупреждали, то это уже в каком-то смысле поздно, но и там можно держать вожжи, но не рвать удела, чтобы не были закусаны эти удела, и чтобы кровь пошла. Если там начинается палочная дисциплина, начинается конфликт, всем приходится плакать. Поэтому в любом случае вожжи держать надо там, где надо. А где не надо, это в каждой семье по-своему. Но родители должны находить общую платформу. И все равно придется осуществлять какую-то дисциплину. И человек, который вырос в комфортабельных условиях, у него свои преимущества по отношению к другим людям. Те, которые были в тепличных условиях, у них свои проблемы. Всесильный ребенок приходит в школу, дома он всесильный, ему там поклоняются, и между собой, спотыкаясь друг в друга, стараются заслужить одобрение этого ребенка. Существует такие семьи достаточно много. Он приходит в школу, его там начинают гнобить, мое любимое выражение. Потому что он не вписывается в окружающую среду, он принц и нищий. Но он себя ведет как принц, а им это все ни к чему. И поэтому начинаются проблемы. Есть такая заповедь из десяти или больше правила игры в песочном ящике. Это применяется к взрослым. И это найти можно на интернете. И когда мы начинаем формировать свою собственную семью, тогда все зависит от того, действительно, в каких семьях мы выросли. И вот тут начинается. Этот средний период, мы можем вдаваться в это, можем не вдаваться. У меня там есть на интернете, у меня там есть жизненный цикл, как, в общем, три поколения, сменяя друг друга, к старости приближаются. И тут еще раз, тот человек, у которого есть свои интересы, который отдает должное семье, но у него еще есть и свои интересы. Он живет дольше функционально. Для успеха необходимый опыт, умение, уверенность в себе и красивая улыбка. С ней вам поможет доктор Марклин. Специалист по имплантам, коронкам, мостам и всем видам протезирования, включая полную реконструкцию всех ваших зубов. Доктор Марклин. Дети выросли, вышли, и два человека, живущие в том же доме, в который последние 20-25 лет жили тем, как воспитывать детей, как жизнью семьи, оказались одни. Вот кризис среднего возраста, так называемый. Он существует? И кризис отношений? Ну, он существует. Понимаете, Тахрущев говорил, что Гагарин полетел, не видел Бога. Мы видим все эти самые критические моменты жизни. Есть несколько вариантов. Есть, я не знаю, говорил ли я об этом или нет в предыдущих программах, о том, как образовываются пары. Нет. А антропологи считают, что пары образовались тогда, когда она слезла с дерева, шерсть у нее отпала, и ей нужны были орудия производства по Энгельсу. Орудия производства. Орудия производства ей надо было носить, и младенца надо было носить. А ребенок не подрос первый. Ей нужен был партнер. И эволюционно эти выживали лучших, у которых был партнер. И существуют такие критические моменты, например, как он называется four years each is seven years each. Это когда начинает чесаться год-дурас. Через четыре года после заключения брачных отношений, где-то через семь. Почему я так задумался, почему через четыре, почему через семь, почему не один и тот же возраст, не одно и то же время. И понял, что если это семья, которая была образована на юге, там меньше носить с собой надо. Там четыре. А на севере семь. И когда ребенок подрастает до этого возраста старший, то он же был не нужен. Хотя в нашем время оно опять происходит. Сходила замуж, нам он не нужен, выбросили бы уже из семьи, воспитывают ребенка. Есть такие семьи. Вариантов столько. Все упирается в то, что, да, действительно, если ребенок встроен в жизнь родителей больше, чем необходимо, то действительно пустое гнездо. В любом случае оно будет пустое гнездо. Ребенок врастает между родителями. Вот два, скажем, если круг такой, два индивидуума каждый полумесяц. Но у этого вот такой профиль, а у этого вот такой профиль. И ребенок врастает в этот профиль. Если один ребенок. Много там сложнее. И поэтому, когда он оттуда выползает или убегает, или вырывается оттуда. Но он конгруинт. Там не получается, да. Поэтому все зависит от того, в какой степени эта пара была функциональна в течение всей своей мрачной жизни. Но эта пара, предположим, до рождения ребенка была вместе, предположим, три месяца. А потом уже вся жизнь была с ребенком. То есть они понятия не имеют, как жить. Ну, не будем говорить про крайности. Будем говорить, что было средненное. Крайности, очевидно, они токсичны. Либо не было, либо у них долго не было детей, либо она воспитывала всех своих двенадцать братьев и сестер. Ей не нужны эти дети. Или, наоборот, очень нужны, потому что она к этому только и привыкла. Она только это знает. Есть женщины, которые чувствуют себя матерями. Они себя чувствуют, вот хорошо себя чувствуют только во время беременности. Вот есть такие. А есть такие люди, которые, у них карьера, у них это, у них то, у них то. То есть у каждого есть своя жизнь в какой-то степени. В какой-то степени вместе, в какой-то степени отдельно. И когда дети уходят, то опять же, как они уходят? Я видел функциональные семьи, могу себе представить, как это происходит. И знаю, что с детьми, даже тогда, когда, особенно жуткие отношения с подростком, он уходит из семьи, живет где-то там у друзей, живет где-то на улице даже, возвращается обратно, могут быть самые лучшие взаимоотношения. Поэтому очень важно в этот период не надавать тумаков. Теперь вернемся опять к старости. В старости то же самое. У человека должна быть какая-то своя жизнь. И в этой жизни... Что такое старость? Это относительно. В одному старость. Раньше, сегодняшние... Я знаю людей, которые старики в 20 лет. Совершенно правильно. Опять же, крайности. Но старость, я не знаю, я по своему опыту знаю, что если у тебя есть своя жизнь, свои интересы, ты сталкиваешься все время с тем, что называется иджизм. И не только сталкиваешься с этим, я, может, даже говорил про это в предыдущих программах, как я себя поймал на том, что ко мне 84-летняя женщина пришла и занимается наукой, пишет статьи, я диктую консультативную, значит, и говорю, что... стил артиклс. И вот стил, это еще... Ты еще работаешь, меня уже это... Вот тут, я говорю, я еще живой. Я люблю свою работу, я интересуюсь своей работой. Кто-то подозревает, что это из-за денег. Деньги тоже никому не мешают. Поэтому подозрение, когда вот ты начинаешь, вместо того, чтобы в 65, пока еще 65, давно уже пора повысить этот самый пенсионный возраст, а ты уже, ты все еще работаешь, то тебе же пора уже. То есть, это вот опять подсознательная групповая ментальность. Что ты тут делаешь вообще? По идее, ты не должен быть продуктивным. Поэтому вот начинается. И я с этим все время сталкиваюсь, я как-то делал, тоже привонючился, как я говорил раньше, и меня это не очень трогает. Но не надо этого делать. То есть, что ты делаешь, как ты работаешь, ну вот подчеркиваю, чего же сделать нечего, пора в наш советский колумбарий. Это ни к чему. Я говорю, я себя поймал на этом. Вот настолько сильный, сильная динамика того, что, мол, пора уже, потому что там северных народов отвозили куда-то на снег или душили, или что-то. Ну, на эту самую, на льдину и уплывал. Вот видишь, и так можно. Это жестоко. Нет, это люди сами, они сами уходили, говорят. Наверное, на таком языке говорят. Вот опять среда, среда определяет. Есть ли проблемы психологические, адаптационные в зрелом возрасте? В старом возрасте. В старом возрасте. Конечно, есть. Конечно, есть. И опять же, все зависит от функциональности индивидуума. То, чем не пользуешься, то перестает работать. Совершенно правильно. И если человек занимается чем-то продуктивным и тем, что его интересно и поддерживает и поддерживает свое здоровье, понимаете, старение, вот те, кто видел фильм «Бегущий по лезвию» «Блэйдраннер», был такой 30 лет назад, был такой фирм, где людей делали искусственно. И тех, которые делали, идеальных людей, их делали так, чтобы они жили не больше 7-8 лет. Потому что они боялись конкуренции с этими идеальными людьми. Их отправляли на какие-то планеты, это фантастический фильм, в каком-то смысле, чтобы они там добывали какую-то опасную руду или что-то в этом роде. Они старались попасть обратно на Землю, добраться до той фабрики, где их выпускали и настроить себя таким образом, чтобы у них жизнь продолжалась более-менее нормальна. Вот. У нас есть телемеры. Эти телемеры отсчитывают сколько раз клетка может возобновляться. И сейчас вот все время появляются препараты, появляются препараты, я принимаю 4 таблетки в день, препараты, которые удлиняют телемер. Не столько даже удлиняют, сколько замедляют укорачивание. И прибавки всякие. Жизнь продолжается, несмотря на то, что люди выходят от врача с такой пригоршной пригоршней, яда всякого. Каким-то образом этот яд может помогать, я не знаю, или условия жизни лучше, но люди живут дольше и дольше. И поэтому приобретают больше и больше политического влияния. веса, да. И это проблема. Это проблема, потому что именно поэтому пенсионный возраст необходимо повышать. Нельзя уходить на пенсию. Ну, я понимаю, например, как? Кому как? Если ты там, например, кладешь кирпичи, и тебе тяжело, это физически может быть тяжело. Но даже там ты можешь это любить. Я знаю одного доктора, я работал несколько недель в Британской Колумбии, доктор, который живет на берегу реки, у него там лестница в Катерике. Он говорит, I live to fish. Вот он любит ловить рыбу. Ему делать нечего в медицине, сейчас сидит, ловит рыбу, выходит на свою пенсию. Но если у людей нету хобби, кроме работы? У них могут быть хобби. Все зависит от того, как они свои интересы осуществляют. Если они заняты чем-то, и им интересно, надо это продолжать по возможности. Потому что действительно это статистика, что люди выходят на пенсию и умирают. полгода и нет. Не обязательно в каждом случае. Но общий знаменатель такой, что человек теряет алгоритм жизни. Он работал 65 лет, сколько-то из этих 65 лет. Он работал, что-то делал, выбывает из структуры. Человеку нужна структура. И он никому не нужен. Поэтому когда люди начинают болеют, и они хотят выйти на инвалидность, я беспокоюсь за них, потому что они выходят на инвалидность, у них состоит эта ситуация не у всех, но у многих. Психологическая. У тех, которые притворяются все в порядке, а которые на самом деле превращаются в инвалида, еще больше и больше, потому что они теряют структуру жизни. Структура жизни абсолютно необходима. Расписание, потребности, которые осуществляются, нормальные отношения, ну тогда, может быть, и жить можно дольше. Потеря независимости, потеря возможности делать все за себя, например, в определенном возрасте становится, не дай бог, болезнью или прочее, выбор стоит жить там же, где ты живешь, переезжать куда-то, не дай бог. Я не знаю, это мое, скорее всего, советское восприятие, дом, retirement, community, например. Для себя мне это тяжело понять, как можно жить с группой людей только твоего же возраста и утром обсуждать, кого ночью забрала скорая помощь. Да. Это... Да. Ну если приходится, то приходится. Понимаете, конечно, хорошо бы жить, как можно дольше здоровым и умереть в одночасье. Это такая мечта у многих. У всех, я думаю. Вуди Аллен сказал, я к смерти не боюсь, я просто не хочу быть там, когда она туда придет. Да. Не хочу с ней встречаться. Но это отрицание. Если люди живут отрицанием и не понимают, что в своем возрасте надо уже как-то приспосабливаться к чему-то. Я, например, считаю, что у меня есть достаточно отрицание. Я пока что, так сказать, позволю себе сигару выкурить и еще что-то. То есть, отрицание – это полезно. отрицание – это полезно. Насчет сигар, я вам скажу, когда актер очень пожилой, Бернс, это он курил сигары. А, да, конечно. Ему было уже сто лет. Его спросили, как ваш доктор относится к тому, что вы курите сигары. Он говорит, я понятия не имею, он умер. Вот и все. Поэтому говорят, что Черчилл курил сигары и пил коньяк. И ты на это отвечаешь, что если бы он этого не делал, он бы дольше прожил. Возможно, да. Отрицание собственной старости, собственной черты – это здоровое качество или это наоборот… Отрицание никогда не здоровое. Всегда надо. Понимаете, когда товарища Сталина спросили, какой клон хуже, левый или правый, он сказал, оба они хуже. Джордж Бернс его звали, да. Джордж Бернс. Он ходил на могилу к своей жене все время. Да. Она тоже нырла раньше, хотя не курила себя. Он ходил к ней на могилу и с ней разговаривал. У него была психотерапия такая. Да. Да, так что… Вы начали про Сталина. Ну, он сказал, что оба они хуже. Уклоны, левый и правый, оба они хуже. Любые крайности плохие. Но отрицание не дает… Мы можем еще как-то поговорить, может быть, в будущем вот о структуре нашего сознания и подсознания. Что мы живем, как будто мы вечны. Мы прекрасно знаем, что мы умрем. Ну, некоторые рассчитывают, а вдруг таблетку изобретут. Вот я, например, уже принимаю года три таблетки, а вдруг… Я знаю, что мы умрем. Но некоторые позволяют себе не хотеть знать. Есть люди знакомые, которые просто на эту тему нельзя говорить, они начинают дергаться. Это… Боятся. Страшно, конечно. Боятся. Боятся. Да, ну, никогда не знаешь. Вот психологические проблемы старости… Да. Это что? Это депрессии? Это… Это совокупность факторов. И я знаю людей, которые достаточно хорошо прожили свою жизнь. Был у меня такой друг, на 14 лет старше меня, он умер в 92 года. Он очень здорово умер. Правда, он болел в конце жизни? Его дочка перевезла в Бельгию, он там… Он там был в таком доме тоже. Не охота. Этого не хочется. Ну, человек предполагает, а Бог располагает. Никогда не знаешь, чего с тобой случится. Лучше знать то, что ты можешь знать. Если ты отрицаешь, есть такое контрфобия. У человека, скажем, была операция на сердце. Ему говорят, тебе нельзя этого, нельзя того. В какой-то степени у всех у нас есть это контрфобия. Я себя ловил несколько раз на контрфобии. Когда человек начинает пить, курить и не спать и делать такие вредные для себя вещи, как бы… Знаете, когда вот трус… Доказать себе, что он может. Трус танцует на бруствере над окопом. Да. Он так боится сидеть в этом окопе, что он выскакивает. Вот если меня не убьют, тогда я счастливый. Поэтому это вот контрфобическое поведение, оно все время бросать вызовы своей судьбе и выходить из них и думать, а вот все-таки я еще ничего. То есть я еще как-то что-то могу. И в старости зависимость, здоровье, которое уже подорвано, ну и прочие вещи, когда человек ест, ест всякую погоню. Он не может себе позволить органическую пищу, например. К сожалению, наше правительство нужно делать так, как надо. Потому что на медицине они даже заработают больше, если они будут субсидировать органическую. Ну там лобби, там политика. Органическая пища должна стоить дешевле, хотя ее труднее производить. Должны быть субсидии. Тогда на медицине очень много выиграют. У меня есть такая голубая фантазия. Какая? Создать такую... Комунную? Мне никогда это не удастся. Создать такой городок такой какой-нибудь, где чистая вода, чистая еда, много социальных работников, которые работают с семьями, и семьи лучше друг к другу относятся. И так далее. И посмотреть, какую экономию... Какую экономию государства. Это даже не утопия. Это дуэбл. Это можно сделать. Но просто надо большое количество миллиардов. Но вот нет у меня пока что их. Но подождем. Если бы были, я бы это создал. И тогда бы это тоже длинно. Мне жизни уже не хватит. Но кто-то, может быть, потом понял бы, через там 10-20 лет. Какую экономию, не говоря уже о здоровье человеческом, там, там, счастье. Какую экономию государство может получить от всей этой медицины, которая тратится на людей, которые себя же и гробят. Так жизнь устроена. Это была передача. Будьте здоровы. Я ее ведущий, доктор Левитин, и наш гость, доктор Феликс Ярошевский, психиатр и мечтатель. Спасибо. Спасибо.